Работа инфекционной службы города Сочи получила высокую оценку гостей из краевой столицы. Глава рабочей группы отметила, что инфекционные заболевания в Сочи под контролем, несмотря на то, что город постоянно подвергается рискам вспышек таких инфекций. И главной их причиной считают собравшиеся неконтролируемые сбросы канализационных стоков. У нас есть очень много вопросов, связанных именно с работой очистных сооружений, с работой канализационных коллекторов, когда идет, допустим, незаконная врезка при строительстве водосливных коллекторов вместо канализационных, и тогда поступают вот эти канализационные воды в море. Поэтому мы перед Роспотребнадзором, Жилищно-коммунальным хозяйством, поставили вопросы именно отслеживать эти вопросы и работать в этом направлении. Впрочем, в неравный бой с недобросовестными горожанами администрация Сочи уже вступила. Было обследовано 12 тысяч домовладений, составлено почти 3 тысячи протоколов об административных правонарушениях, 4 тысячи абонентов отключили от водоснабжения до устранения нарушений. И уже 1300 домов подключены к центральной городской канализации. Впрочем, не только канализационные стоки являются источником инфекции. Чаще всего причина заболеваний – элементарное незнание или несоблюдение правил гигиены. Особенно это касается отдыхающих. Детям позволяют пить морскую воду, не досматривают за ними в кафе, не обращают внимания на опасность перегрева, солнечных ожогов, которые резко понижают иммунитет ребенка. И те инфекции, с которыми он справлялся по основному месту жительства, здесь, в Сочи, обостряются или вызывают такую бурную реакцию, которая обусловливает необходимость госпитализации этих детей. Инфекционная служба города Сочи уже начинает подготовку к самому горячему для них периоду – летнему сезону. Чтобы пережить его легче, участники группы предложили ввести ряд правил. Увеличить чистоту забора проб морской воды, выдавать паспорта готовности пляжей только после получения санэпидзаключения, а также ввести социальную рекламу, которая предупреждает о рисках инфекционных заболеваний. Кроме того, в ближайшее время в Сочи должны решить проблему нехватки среднего медперсонала. Для работы на курорте будут приглашать из других городов. Под общежитие для приезжих сотрудников отдадут один из корпусов второй городской больницы. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.